Казахстанские врачи скорой помощи возмущены несправедливым распределением выплат за работу в условиях риска. Как выяснилось, доплату в размере 425 тысяч тенге начисляют только тем, кто непосредственно контактирует с больными коронавирусом. Врачи и фельдшеры просят пересмотреть порядок распределения денег. Чтобы отстоять свои права, в Усть-Каменогорске медики даже устроили скандал в облздраве. Какая помощь все-таки положена врачам, выясняли наши корреспонденты. На одной из подстанций скорой медицинской помощи в Усть-Каменогорске сегодня многолюдно и довольно шумно. Скандал устроили врачи и фельдшеры. Медики возмущены несправедливым распределением выплат за работу в условиях повышенного риска. Обещанные государством 425 тысяч тенге начислили тем, кто непосредственно выезжал на вызов и транспортировку больных с подозрением на COVID-19. Остальные сотрудники почему-то остались ни с чем. Хотя по приказу Министерства здравоохранения все медики неотложной помощи входят во вторую категорию риска. Мы возмущены тем, что вот эту доплату получили не все сотрудники скорой помощи, именно выездной персонал. Не все выплатили именно тем, которые обслуживали вызов коронавирус с подозрением больных, которые перевозили коронавирус. Остальные бригады, которые обслуживали другие вызова по температуре, допустим, тот же самый УРВИК, им не выплачено, так как они не доставляли их и эти больные не относятся к категории, что коронавирусом они болеют. Ответить на вопросы медиков и поставить жирную точку в этой ситуации решился руководитель управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области Ильяс Мухамеджан. По его словам, доплату в регионе получили 266 работников на сумму 98 миллионов тенге. И это только те, чьи выезды и контакты с больными подтверждены в информационной базе. На текущий момент ситуация такая. Я понимаю, что есть недовольство определенных людей, медицинских работников, потому что они не получили доплату. Однако, могу сказать достоверно, если бы медицинская бригада, скорая медицинской помощи, выезжала на случай, подтвержденный, где есть коронавирусная инфекция, либо подозрение транспортировка, которую мы видим в системе, они получают доплату. Остальные бригады, к сожалению, не входят в перечень, так как они не занимались пациентами, относящиеся к высоких диуретических. Аналогичная ситуация сложилась и с работниками скорой помощи, работающих при поликлиниках, но уже в Алматы. Следующую аудиозапись в редакцию нашего телеканала прислал фельдшер. Представляться и говорить, в какой медицинской организации работает, он не захотел. Причина вполне очевидна. Мужчина боится, что за такой крик души могут последовать санкции, вплоть до увольнения. С такими же жалобами в Минздрав обратились и работники детской инфекционной больницы Алматы. В Управлении общественного здоровья мегаполиса разъяснили, что создана специальная комиссия. Она должна проконтролировать все выплаты, а инфекционисты получат деньги по первой категории риска. Свои выплаты получат более 500 врачей, 1700 средних медицинских работников, 549 младший медицинский персонал и 764 прочих работников здравоохранения. В целом, выплаты получат 3557 медицинского персонала на сумму более 965 миллионов тенге. Тем временем президент страны Касымжомар Токаев призвал взять под особый контроль условия труда врачей и медсестер. По его словам, акиматы не должны самоустраняться от решения вопросов других категорий медиков, так как на сегодня каждый пятый инфицированный в Казахстане – это медработник. По словам главы государства, пока деньги получили те работники, которые тесно взаимодействуют с больными коронавирусом. Это примерно 30 тысяч человек. Амина Абдрахманова, Нурсула Абакирова, Нурлан Акенбаев. Главные новости.